В Снежногорске состоялся восьмой инженерно-технический конкурс, на котором свои разработки и проекты представили сотрудники судоремонтных предприятий ЗАТО Александровска и Мурманска, а также студенты кораблестроительных направлений. В послужном списке судоремонтных предприятий в ЗАТО Александровск десятки успешно выполненных задач по обновлению и модернизации кораблей. Во многом это заслуга работников завода. Свои разработки они представляют руководству на инженерно-техническом конкурсе. В этом году восьмом по счету. За это время было представлено более ста технических разработок, 80 из них нашли практическое применение. Инженер и химик Сергей Абатуров предложил использовать средства федеральной целевой программы для реконструкции участков гальванических труб. Оборудование позволит не только выполнять работы для нужд нашего предприятия, но и принимать заказы сторонних организаций, в том числе 35-го судоремонтного завода, который сейчас проводит ремонтные работы на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Проекты конкурсантов не всегда глобальны и масштабны, но это даже к лучшему, считают в руководстве. Благодаря этому можно легко выбрать производственную направленность, продумать финансовую основу, а главное взглянуть на мощности производства с другой стороны. У нас сейчас статистика показывает, что 35% работ внедрено в производство. То есть это не работа на полку, это не работа ради того, чтобы показать, что кто-то или иной конкурсант умный, хотя, наверное, и это, в этом тоже есть смысл, но это работа на перспективу завода. Судоремонтные предприятия активно поддерживают молодых специалистов, дают направление на бюджетные места выпускникам по направлениям судоремонт и судостроительства. Например, студент Мурманского технического университета Алексей Копистко – будущий инженер-строитель. Пошел по стопам отца, который трудится на Снежногорской Нерпе уже много лет. Заводские проблемы мне близки и известны, и хочу улучшить жизнь заводчан и модернизировать производство. Уже второй год среди номинаций конкурса есть и такая, как бережливое производство, направленное на возможности экономии финансовых, трудовых и производственных ресурсов предприятия. Если мы при внедрении, при визуализации производственной системы высвободим даже одну минуту рабочего времени, в год мы получим целую экономию почти месяц работы, 22-24 смены в зависимости от производственного цикла на оборудовании. По итогам конкурса определены три лучших работы и выделена лучшая презентация разработкой наставники. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в конце этой недели.